Ульяновская областная клиническая больница Впервые получила 80 новых автоматизированных рабочих мест В Ульяновской области родникам вернули силу Благоустройство продолжается Музей Дом Языковых научат создавать мультфильмы и рисовать в технике Эбру В Ульяновской области проходит бизнес-форум «Деловой климат в России» Ежегодно в нем принимают участие более 2000 участников Предприниматели, представители структур федеральной и региональной власти Делегации из разных регионов страны и зарубежья В первый день прошел молодежный предпринимательский форум Где бизнесмены поделились со школьниками и студентами Историями успеха и секретами становления своего дела На дискуссионной площадке региональная предпринимательская инициатива Подвели итоги 2019 года А бизнес-сообщество озвучило предложение по улучшению деловой среды Бизнес-форум – хорошая площадка для подведения итогов уходящего года Именно поэтому она была выбрана для почетной миссии Объявления лучших инвесторов и инженеров года Талантливых технорей наградил председатель правительства Александр Смекалин Наградить лучших и обсудить деловые стратегии В Ульянске стартовал 11-й бизнес-форум «Деловой климат в России» На мероприятии собрались известные коммерсанты Не обошлось и без первых лиц Ульяновской области Глава комбина Александр Смекалин рассказал о пользе этого форума Самое главное, что здесь налаживаются связи Осуществляется коммуникация Выстраиваются контакты, которые в дальнейшем позволяют создавать много-много чего Хорошего, полезного, доброго Позволяют развиваться каждому Как известно, область держится на инвесторах, а предприятия – на инженерах На форуме собрались победители регионального конкурса для одаренных технарей и толковых руководителей Победителей премировал Александр Смекалин Звание инженер года получил Антон Юсупов – научный сотрудник Института атомных реакторов Победа в конкурсе далась ему легко Всегда приятно, когда твою работу оценивают, когда твою работу замечают И, собственно, почему нет? Я подал заявку и победил Инвестором года стал Александр Киселев – директор фабрики по производству кормов Он и его команда разработали проект Центра по изучению питания домашних животных Воплотили его в жизнь и не прогадали Мы инвестировали порядка 400 миллионов рублей Успестно завершили проект В прошлом году мы открыли его торжественно с участием губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова Бизнес-форум будет проходить в течение двух дней Программа ожидается насыщенная Для участников пройдут тренинги, круглые столы и тематические площадки Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ Благоустройство родников в Ульяновской области организовано по инициативе губернатора Сергея Морозова В этом году привели в порядок 27 источников в разных районах области Наша съемочная группа побывала на трех источниках в Чердоклинском и Старомаинском районах Подробности у Натальи Чумаченко Сегодня в Ульяновской области уделяется пристальное внимание вопросам экологии В рамках государственных и региональных программ выделяются большие средства на благоустройство родников Даже в самых отдаленных районах области, к которым трудно добраться В село Старое Рождественное Старомайского района наша съемочная группа добиралась пару часов Сначала на машине, потом еще несколько километров пешим ходом вдоль заснеженного склона и болотной местности Дорога оказалась труднопроходимая, да еще и завалена снегом, выпавшим накануне Поэтому гостей сопровождали гиды из числа местных жителей Большие усилия были приложены, чтобы попасть на родник, который сторожилы называют Святой Ключ В этом году источник был благоустроен в рамках государственной программы Охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области На эти цели муниципалитет получил 100 тысяч рублей с учетом софинансирования работ из местного бюджета Деньги потратили на засыпку фильтра, установку бетонного кольца и сруба, а также пара лавочек Мы благоустроили с 2016 года 5 родников В этом году было благоустроено 2 родника Старом Рождественном и Татарском Райкином Был потрачен 131 тысяча рублей на 2 родника В следующем году у родника сельчане планируют убрать поросль, сделать добротное ограждение И проложить удобную дорогу до исторического места силы, как его называют сами жители По преданию, сюда в День Духов, второй день православного праздника Троица, спускалось все село Старом Лад молились о хорошем урожае и здоровье своих близких Сейчас общественность хочет возродить забытые традиции и в ближайшем будущем построить часовню для молитвы и крестного хода Не меньшую историческую значимость представляет источник в селе Татарское Урайкино, облагороженный также в этом году в Старомайском районе На сходе граждан люди решили дать ключу ласковое название «Родник дедушки Урая», потому что возраст источника приличный – более 370 лет На берегу реки, где расположилось село, было очень много родников Их и сегодня действующих родников где-то 5-6 Потом решили с помощью правительства Ульяновской области и администрации Старомайского района решили облагородить вот этот родник Этот родник примерно по возрасту такой же, как возраст села Считают, что возраст села 370 лет Источник делали всем миром, поэтому быстро завершили работу Сегодня жители любят свой родник не только за прекрасный вкус воды, но еще за то, что здесь всегда можно встретить знакомых и пообщаться, узнать последние сельские новости Местом для встреч и общения также служит родник в селе Уразгильдина Чердоклинского района Источник считается святым, а воду отсюда используют для питья еще с 18 века Здесь построили площадку, вбили сваи, завезли грунт, расчистили от тыла бьющий из-под земли источник, вывели его наружу, установили настил из профлиста Раньше не было колонок, башен не было, и многие люди сюда спускались за водой, за питьевой водой И это место называют святым местом, потому что там выходит вода, это родник, это жизнь И мы очень обрадовались, что обновили, потому что он старый, тот еще он стоял, тот сруб сосновый с 18 века Местные благодаря спонсорской помощи планируют сделать удобную дорогу к святому источнику, потому как сегодня туда можно добраться только на полноприводной машине или долго добираться по ухабистому полю пешком Это первый этап такой, что было запланировано, мы на следующий год думаем еще больше облагородить По словам профильного министра, в этом году муниципалитеты на благоустройство родников получили 2 миллиона 400 тысяч рублей, то есть по 100 тысяч рублей на каждое муниципальное образование За счет этих средств удалось привести в порядок 27 источников, на следующий год запланирована цифра чуть больше, порядка 30 источников У нас уже есть планы на 2020 год и на 2021 год, мы сформировали вместе с главами администрации муниципальных образований планы По каждому муниципалитету определены родники, которые будут благоустроены за счет средств субсидий регионального бюджета по линии госпрограммы по охране окружающей среды Определены родники, которые будут благоустроены в рамках поддержки со стороны крупных предприятий Кроме того, в рамках социально-экологической помощи лесок с заготовительными организациями и арендаторами лесных участков продолжится благоустройство родников, расположенных в лесах вблизи сел Напомним, родник как памятник природы имеет не только эстетическое, экологическое, но и хозяйственное значение При возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды для населения Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управ ДТВ Ульяновская медицина стала быстрее и дело совсем не в отсутствии или наличии очередей В рамках нацпроекта здравоохранения Ульяновская областная больница впервые получила 80 новых автоматизированных рабочих мест О том, как это ускорило процесс постановки диагноза и как это позволило оказывать квалифицированную медицинскую помощь на расстоянии Расскажет Павел Половов Ульяновскую медицину дооснащают по последнему слову техники Действует региональная программа для создания единого цифрового контура Зачем это нужно? Дело в том, что при многих заболеваниях время, отведенное природой на оказание помощи, исчисляется десятками минут Что делать пациенту, которому случилось заболеть где-то в отдаленном уголке региона? Теперь ответ есть Туда ехать три часа, туда три часа обратно Для того, чтобы проконсультировать, достаточно за две минуты скинуть снимки в ПАКС-архив И вы буквально на компьютере на своей станции уже могу открыть эти снимки и самостоятельно их посмотреть и принять решение Нужно ли делать человеку операцию или не нужно Потому что в этих случаях, например, после чего происходит инсульт, время уже идет на минуты и часы Это не значит, что цифровизация нужна только тем, кто далек от областного центра Она экономит время и горожанам Я проходила медосмотр в медпрофе, пошла на флюорографию, мне сделали снимок и сразу же мне его отдали, не нужно было идти за результатом, это очень удобно А если исследования проводят в самой областной больнице, все еще быстрее, причем не только касаемо снимков, здесь речь идет уже обо всем многообразии анализов Лабораторная служба областной больницы, она оснащена лабораторной инфекционной системой, которая интегрирована с медицинской инфекционной системой И для полноценной работы этих двух систем все рабочие места нашей лаборатории, они автоматизируют С данной анализы исследует спецтехника, далее результаты проверяет специалисты, они уходят прямо на рабочее место врача То есть вам не надо просить бумажечку с вашими результатами анализа, не нужно ходить, все происходит быстро Однако автоматы не исключают человеческой работы Проблемная какая-то лейкоформула, мы ее считаем, читаем на микротерминале И это потом отправляется на мой компьютер, в который я с утра ввожу свой код и высвечивается моя фамилия И это потом мы распечатываем, уже готовый анализ с моей фамилией и с исправленными какими-то, с тем, с чем я не согласилась с анализатором Потому что анализатор это все равно машина Машины еще пока многого не знают Автоматизация позволяет провести лабораторные исследования быстрее Но это не снимает ответственности с врача, который при помощи анализатора их проводит Единый цифровой контур в здравоохранении помогает объединить усилия, убрать транспортные расходы, сократить время То есть в целом делает систему гораздо эффективнее У нас реализуется региональный проект создания единого цифрового контура в здравоохранении На основании единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения В рамках этого проекта планируется дооснащение медицинских организаций компьютерным, телекоммуникационным оборудованием В частности, закупкой новых компьютеров, оснащение ими медицинских работников В этом году у нас закуплено уже 1451 рабочее место На следующий год запланировано еще приобретение 4000 компьютеров Которые будут у нас пущены на замену и в то же время на дооснащение Смысл всех этих мероприятий связать в единую сеть все больницы и кабинеты врачей Создать общую базу данных, где быстро можно было бы посмотреть динамику развития болезни Быстро посоветоваться с коллегой, принять решение об экстренной операции Все это поможет нашей медицине стать по-настоящему современной и доступной По-настоящему экстренной Техника никогда не сможет заменить человека Она нужна для того, чтобы сделать его труд эффективным Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ В Литературном музее Дом Языковых состоялась презентация оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья Приобретенного по программе «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» Мероприятие прошло в рамках декады инвалидов В рамках реализации национального проекта «Культура», утвержденного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Литературный музей стал первым в регионе учреждением культуры, где появился набор оборудования для слабовидящих людей и с нарушениями двигательной активности Мы не можем взять, допустим, какие-то вещи, которые помогают в медицинских целях или в каких-то других Мы можем взять только те вещи, которые помогают в социальной реабилитации прежде всего Это мы взяли световые столы для рисования песком и для рисования на воде И самое интересное, то, что мы взяли в этот раз, это создание мультистудии Мы решили сделать мультистудию, потому что для многих детей с ограниченными возможностями здоровья Это такой шанс для работы, в принципе Сенсорные и световые столы для рисования аудиогиды с клавиатурой, имеющей шрифт Брайля, мольберты и мультстанки для создания анимации Новое оборудование презентовала сотрудник музея Анастасия Кудряшова Первыми все на себе испытали журналисты Нам показали, как нужно рисовать песком на специальном экране с подсветкой А затем научили работать в технике Эбро – турецкое искусство рисования В результате получились очень красочные узоры Журналистам продемонстрировали и процесс создания мультфильмов Сотрудники музея планируют на новом оборудовании создать с детьми познавательный фильм про девочку Дашу Которая по перьям будет узнавать про разных птиц, живущих в Ульяновской области Им в этом готов помочь Краеведческий музей Заведующий музеем отметил, что новое оборудование закуплено на сумму 360 тысяч рублей На средства из федерального и областного бюджетов В следующем году планируется приобрести для музея оборудование еще на 260 тысяч рублей Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ Внеочередное заседание Думы Димитровграда было собрано накануне вечером В повестке дня стояло всего три вопроса Один из них – корректировка бюджета города-атомщиков на следующий год Что приняли депутаты в материале наших димитровградских коллег В заседании приняло участие всего 19 народных избранников Видимо, решение в очередном заседании Думы приняли в торопях И некоторые из депутатов попросту не смогли принять в нем участие Первым вопросом рассмотрели корректировку бюджета на 2019 год Доходная и расходная часть бюджета города-атомщиков увеличена на 74 миллиона 761 тысячи В том числе по налоговым и неналоговым доходам за счет штрафов увеличено на 4 миллиона 683 тысячи Эти средства будут направлены на уплату административных штрафов, предусмотренных статьей 2025 административного кодекса Еще 70 миллионов в город придет из регионального бюджета Данные деньги будут распределены на выплаты заклад бюджетникам, на питание определенных категорий учащихся, ремонт и аренду муниципальных зданий Вопрос о корректировке был принят большинством голосов А вот следующий посеял большую смуту среди депутатов Дело в том, что в спешке и при странных обстоятельствах народным избранникам предложили вернуться к старой схеме выборов Где 15 депутатов будут одномандатниками и еще 15 списочниками Данное предложение вызвало много споров и вопросов Мы даже собираем внеочередное заседание Что, в чем срочность? У нас что, срочно куча заявлений пришла от населения, что ли? Мы какие-то фокус группы поверили Или знаете, обычно, когда вопрос срочно собирается, за что случается? Или в СМИ подняли шуми, вот срочно хотим 15 или 10, что-то подобное было? Да нет, ничего не было Разумеется, обратил внимание Сергей Королев и на то, что расширение списка именно депутатов Избранных по единому избирательному округу негативно скажется на работе с населением всей Думы Давайте тут друг друга не обманывать, население не обманывает По списку мы обрали, сами видим кого У нас некоторые даже в городе не живут В городе не живут В каких чайных народах они могут знать-то? Что они могут делать? Вот мы и хотим А есть такие яркие представители, которые живут в деревнях От наличия денег, получили судимость То есть мы такие хотим набрать, да? В свою очередь Реваль Салихов также был против введения новой системы Поскольку на депутатов сразу возрастет нагрузка Так как округа увеличится, а количество депутатов сократится Сейчас просто получается как? У нас 15 округов станет Округа увеличится, соответственно Поэтому как бы и работа станет больше Эффективность, возможно, упадет Это я говорю, как работающий депутат Я понимаю, о чем я говорю, потому что нагрузка увеличится сразу Я думаю, вы все согласитесь с этим Робкие возражения депутатов от КПРФ о том, что неважно, кто депутат Списочник или одномандатник, были разбиты еще одним доводом Теперь уже от прокуратуры Мне очень понравилась фраза депутата Хрючкова Который сказал, что дело, наверное, все-таки не Ну, я не дословно, как я понял Дело не в партиях, а в людях, которые работают на том или ином участке Честно говоря, всегда, когда мы говорим об изменениях документа Мы смотрим на основания А на основания они изложены в преамбуле К сожалению, да, требования закона здесь изложены Но что все-таки послужило основанием для внесения именно этих изменений Я не увидел Сразу после этого было объявлено голосование Итогом стало 11 за, двое против, при шести воздержавшихся Решение не было принято Третий вопрос о назначении публичных слушаний Связанных с изменениями в уставе города Не был рассмотрен Так как сами поправки не были приняты депутатами Губернатор Сергей Морозов не раз заявлял, что формирование благоприятного инвестиционного климата Дело, которое важно для каждой организации региона Сегодня к этому процессу подключился линейный отдел МВД на транспорте Счетная палата и линейный отдел МВД на транспорте подписали соглашение о сотрудничестве Одна из задач, которая будет решена благодаря документу Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области Полиция заинтересована в подписании данного соглашения Так, конечно, это улучшит результаты работы И, как сказать, инвестиционный климат на территории Ульяновской области И так как инвесторы будут знать о том, что хищений на территории Ульяновской области не допускается Можно спокойно финансировать И все под контролем И не только под внутренним контролем Теперь приходы и расходы будет контролировать счетная палата Причем благодаря соглашению гораздо эффективнее Подобного рода соглашения позволяют очень сильно сократить время Для организации информационного обмена И для организации взаимодействия Как в рамках контрольных мероприятий, которые проводит полиция Так и в рамках мероприятий, которые проводит счетная палата То есть этот договор является основой для быстрого обмена информации Между федеральной структурой и областной И налаживанию взаимодействий в ходе конкретных проверок На сегодняшний день счетной палаты региона Подобные соглашения заключены со всеми силовыми структурами Кроме того, действует соглашение с приволжской транспортной и межрайонной природоохранной прокуратурами Каждый может быть уверен Финансы будут учтены до копейки Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ Международный театральный фестиваль История государства российского отечества и судьбы Стартовал в Ульяновской области Программу событий открыл спектакль Московского губернского театра Под руководством народного артиста России Сергея Безрукова «Веселый солдат» В афише представлены лучшие спектакли театров Из Лондона, Минска, Тель-Авива, Донецка, Уфы, Пензы, Кирова Посвященные истории России 6 декабря в Ульяновской области ожидается потепление Столбик термометра днем поднимется до плюс 1 градуса Ветер юго-западный 10-13 метров в секунду Это все новости на сегодня Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ По будням 18.30, 20.30 и 22.30 А также на информационном портале улправда.ру До свидания Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений Нужен семейный совет Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке Или простоту в пару кликов Мы объединили все, что вам важно Облигации федерального займа для населения Позволят сохранить и приумножить сбережения Инвестировав под гарантию государства Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн Грамотный семейный совет для всех Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok